На американской торговой сессии в понедельник доллар США не смог продолжить восходящий тренд и вошел во флэт. График индекса американского доллара колеблется вблизи отметки 95.20, тем не менее спрос на господствующую мировую валюту по-прежнему высок на ожиданиях сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Федрезерв оставил курс денежно-кредитной политики неизменным, однако отметил сильное экономическое состояние страны. И теперь трейдеры ждут очередного сигнала готовности американской экономики к нормализации денежно-кредитной политики в виде отчета по инфляции в США, что будет опубликован в пятницу. Тем временем на азиатских торгах доллар США с трудом удерживает свое превосходство. К котировке торгового инструмента доллар США против японской иены не удается развить восходящего движения. График вновь вернулся к уровням прошлой торговой сессии вблизи отметки 111.30. Участники рынка продолжают покупать валюты убежища, учитывая нарастающую напряженность в торговых отношениях между США и Китаем. Макроэкономические данные страны восходящего солнца также привлекли внимание трейдеров, продемонстрировав хорошие результаты. Так, согласно отчету от Министерства внутренних дел и коммуникации Японии, расходы домашних хозяйств за год сократились на 1,2%, совпав с ожиданиями рынка. В месячном эквиваленте индикатор указал на рост в июне на 2,9% после снижения на 0,2%. Также выросла заработная плата японских рабочих в июне на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и это верный признак долгожданному ускорению инфляции. Возвращаясь к новостям валютного рынка, стоит отметить, что австралийский доллар во вторник также демонстрирует сопротивление американской национальной валюте. Пара австралийский доллар против доллара США приближается к отметке 0,7420. Резервный банк Австралии сегодня принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1,5%. При этом было отмечено, что инфляция в стране будет демонстрировать постепенный рост, а уровень безработицы снизится. Несмотря на это, регулятор продолжит придерживаться текущего курса монетарной политики еще долгое время. На этой неделе также ожидается решение по процентной ставке от Банка Новой Зеландии. Аналитики предполагают, что итоги заседания будут аналогичными. Сегодня на рынке будет наблюдаться большая активность работы трейдеров. На европейской торговой сессии ожидается публикация данных из Германии по объему промышленного производства и внешнеторговому профициту. Также трейдеры ждут стат данных из США и Канады. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале ИнстаФорекс ТВ. До скорой встречи!